может потому что музыку не включили нам не продают паки продайте нам пожалуйста будьте любезны немного паков шпаков немного шпаков что после паков планируешь делать я планирую играть в hardstone если у нас еще в конце дня останется деньги на какую-то пачку паков то еще их открою если нет то нет санчес такой же дебил как хэс зачем вы обижаете санчеса санчес не дебил понимаете вот делает санчес плохой ход такой же силу как и вы сэр чуму чуму спасибо за подписку делает санчес плохой ход вы говорите санчес дебил но понимаете ну есть люди которые плохо играют хэс ну не дается мхс но они же не дебил они в чем-то другом хороши санчес сам все ты совсем не дурак но плохие ходы он делать но не умеет играть хэс но это не значит он дебил зато он поет прекрасно голос у него очень приятный да не дебил зачем вы гадости говорить вот мама твоя да прекрасный вид женщина вот вот такая женщина замечательно умная веселая красивая гарантирую вам это рекомендую но в хэс она играет плохо да но наш не дебил просто и хэс не дается и санчес такой же поехали ребят поехали все отлагала давай сейчас сейчас мы наверстаем сейчас наверстаем а скилуха попрет я даже чтобы лучше играть провод от мышки отключу когда играю в активные игры я отключаю провод чтобы он не мешался сейчас будем пустера без провода открывать чтобы лучше открывалась деку шамана который сейчас играл можно где можно посмотреть где угодно и ну ты фэс шаманом играет каждый второй дебил каждый играет хэс шаманом в интернете посмотри погугли я не понимаю почему вы радуетесь своему дню рождения никогда в своей жизни я не был рад тому чтобы древнее знание золотое видите видите уже кое-что люди все равно но отмечаете его несмотря на то лакер на хардпауне посмотри фэс шамана чем играет первый дебил с секрет палазином не думал что санчес просто актер работающий на публику он время от времени не он действительно работает на публику действительно время от времени пытается наиграть но в общем то он действительно слабо играет то есть он не крутой игрок который специально плохих отдых он плохой игрок который надо еще и наигрывает ну не совсем плохой далеко не самый худший все-таки 2 1 ранг тоже не кажется можете далеко не каждый как показывает практика так золотые живые корешки легендарок пока не дали но уже золото золото ребят золото хорошо золото да району надо понимать что все это вот он специально рассказывает что было посмешнее повеселее ну району понятно что он все не на серьезе опять кстати я хотел вам главного конюха показать она такая баба его нормально нормально такая черт легендарок он действительно вас развлекает за что можно сказать спасибо и меня тоже сам прихожу викторину там разгадываю люблю поиграть викторину но если у себя на стриме буду сидеть играть викторину будет довольно странно мне кажется вам быть скучновато да если буду молча сидеть и викторину играть на другом стриме какой-нибудь могу поиграть свое удовольствие я кстати хорошо играю викторину так опять не легендарка добавить решивка да ссылку давай ссылку милос прям щас прям щас чат ты акт легендарочки 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 ловись легендарка большая маленькая нет нет не легендарка раненых валдир баллина серебряное копье баллин между золотое не серебряное золотое золотое копье давай так епик епик золотой ну конечно супер золотой платиновый палладиевый ооо вы кстати заметили когда бустер открывается вот эти хернюшки разлетаются они такой немножко желтого цвета и всегда кажется что первая карта она легендарка потом только приходит потом приходит эдрик чистый сколько мы сегодня уже вскрыли два или три так добавил милоса так одна легендарочка на 13 хорошо хорошо мне кажется лектора комнатки выпадают чаще других да нет я кажется да у близок понимаешь у них на складе бывает залежаться какие какие усиления да и там менеджер близокский который над грузчиками команд это будет ребята в том усиление зал залежаешь на складе скоро пропаду перес выкидывать вы положите их побольше бустера пусть они там бустера уйдут игрущики усиления накидывают все скрывают усиление нечо себе я скрыл 5 паков и там усиление больше чем оглушение наверное были запечатаны подкрутили 100 пудов так и есть а как же иначе? Как еще объяснить, что ты вскрыл 10 паков, у тебя одних коммундов выпало 8, а других 5? Другого объяснение-то и нет. Подкручивают усиление. Или наоборот. И наоборот, не докладывают, экономят на усилениях. Три рарки, видали? Рарки, значит, залежались. Подкручат рарки. Еще два королевских поборника. Раньше говорил, что в качалку записался. Короче, зимой я зимой ни хера не делал. За овощел жутко. Сейчас такой овощ, ребята. Несколько месяцев. Ничего не делал. Я сейчас жуткий дрич. Потому что зимой все лень. Но холодно. Я зимой как раз работаю. Сижу дома, стримлю целыми часами. Работаю, ютуб, стримлю. А вот когда потеплеет, уже будет настроение. Можно это чем-то поделать. Спасибо тебе, РД. Так вот уже легендарка, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот она. Да! Золотой эдрик чистый. Золотой и чистый. Интересно, у меня был такой или нет? Сегодня одни эдрики. Подкручивают, подкручивают эдриков. Точно залежались там у них. Эдрики чистые. Так, чекники вас. Сейчас, Дмитрий. Одну секунду. Опять эдрик чистый. Далеко не первый сегодня. По-моему, третий или четвертый, если не ошибаюсь. Опять эдрики ржавеют. Эдрики чистые пачкаются. И они их помыли на драйлики эдриков чистых. А они лежат и пачкаются. Говорит, надо их как-то в бустера впихнуть. Так, свобода. Короче, мне там прислали денег. Спасибо вам, друзья. Террицать и сорок рублей. И даже восемьдесят местами. Херя богат. Хватит себе врать, никто не пойдет в качалку. Да, даже в качалку не обязательно. У меня перед домом спортивная площадка. Мне надо спуститься. И там и турник, и брусья позаниматься. Да было бы желание. Я бы от пола мог отжиматься, приседать. Все, ребята. Дело-то не в качалке. Дело в желании и самодисциплине, и приоритетах, ребята. В качалках хералка. Было бы желание и сила воли. Я-то просто тряпка безвольная. Вот я встал такой с утра, знаешь, такой... Черт лень! А я мог бы себя заставить там позаниматься. От пола поджиматься. Зачем мне качалка? Ну нет, ладно, в кресле посижу. Че у меня там? Так что есть качалка, нет качалки. Это все так, детали. Единственное, что действительно имеет значение, это бассейн. Вот бассейн классная штука. Но у меня в зале нет бассейна. Поэтому мне что вниз спуститься на первый этаж, что в качалку пойти, разница невелика. И это просто тряпка безвольная. Так, мы открыли две легендарки. Одна из них золотая, да? Эдрика пылить. Слушай, а вдруг в зоолоке будут супер популярны? Или какие-нибудь деки на существах? Ну оставь одного. Ну он, конечно, не играет, но вдруг заиграет. Ну если прям срочно нужна пыль, можно пылить, да, Эдрика. Как-то сейчас он не играет и вероятность этого невысока. Но может. Вдруг все будут играть с зоолоками и какими деками на существах. Эдрик нормально будет играть. Житель из бездны золотой. Я вот, кстати, совсем недавно, интересно, что вы спросили, недельку назад, думаю, что-то я совсем заовощел зимой. Надо как-то размяться, позаниматься. И я чуть-чуть буквально позанимался там. Чуть-чуть подтянулся, чуть-чуть отжался. Потом три дня все боял. Хотя нагрузка была очень небольшая. Уженька, фу, какие у тебя шутки. Фу-фу-фу, плохой, Женька. Эпическая карта. Мощная, мощная отравленная лезвие. Одна из лучших карт сета. Так. Ладно, это небольшой откат скилла после вскрытой золотой легендарки и несколько вялых паков. Хотя еще легендарк нормально. Вот обратите внимание, сейчас смотрите, раскрою бустер, вы увидите, что фигня разлетается желтого цвета. Кажется, что в первой карте лего, куда ненавидит. Вот смотрите сейчас, видите, желтого цвета. И кажется, вот желтое, видите, кажется, что легендарка. И каждый раз... Легендарка, там, блин, нет, Коман. И каждый раз так... Короче, так переживаешь, можно посидеть, открывая бустера. Или просто не сразу мышку наводить. И зажмуриваться. Но что-то делать надо, так этого оставлять нельзя. Стопудово, они специально желтый цвет подкрутили на открытие бустера. Это все хитрый план. Чтобы переживали. Кто там такой же осел? Рассел, спасибо за подписку. Я видел, ты сегодня что-то спрашивал. Я не успел тебе ответить. Да и что тебе отвечать? Ты же был ссанным неподписуном. А теперь ты ссаный подписун. Можешь задавать вопрос. Редкая карта. У Overwatch дали сегодня понятия не имею? Я не хочу в Overwatch играть. Мне не нравятся такие штуки. Стрелялки мне не нравятся. Я играю в интеллектуальные игры. Пусть с шаманом я играю. Какие вопросы? Какой Overwatch? Сколько мы все две легендарки вскрыли, да? А по статистике три. Ну хотя бы одну плюс еще надо наверстать за предыдущие. Ладно, сейчас откроем. Нормально. Хоть куда. ВИВАТ Решил я значит купить лутбокс. Уж больно кольцо. Мне ли чья понравилось? Ну зашел, все заполнил и тут бац. Нет, после получения нельзя. Нельзя после получения. Нет, не будет. Вопрос можно после получения платить. А еще лучше покажи, как это сделать, please. Всего наилучшего и твердого хуя. Спасибо тебе, ВИВАТ. Действительно, после получения нельзя. И действительно, есть определенная логика в том, чтобы не палить карту. Потому что, ну, бывает, уводят потом эту информацию и угонят деньги с карты. Такое есть. Особенно чаще всего этим страдает Сбербанк. Если меня статистика не обманывает. Фистинги, да. Брофистинги. Или это другой снегер? Нет, другой. Он делает брофистинги и обнимашки, а я сразу целоваться лезу. Так вот. Если вы опасаетесь, что вы где-то что-то в интернете купите с карты, и у вас потом уведут деньги, когда вы укажете свои данные, если у вас есть, что красть, денег много, можно поступить следующим образом. Вы живете две карты, на одной лежит основное баблище, и вы нигде не палите. Дома лежит, вы не показываете нигде код, лежит дома, никогда не пользуетесь. Просто храните. И на другой карте мало денег, ей вы пользуетесь. Если его прадут, там мало денег будет. Ну, это если у вас есть что разделять. Да, вообще, прекрасный парень, Санчес. Чего вы на него гоните? Вот такой вот. Подскажи создать карту визу виртуал. А, ну или так можно. Смотри, хороший совет. На Киви создай виртуальную карту, получишь туда ровно столько денег, чтобы надо на покупку, и с нее платишь. Да, хороший совет, действительно. И можешь не бояться, что ее гонят. Карты Сбербанка? Нет. У меня не Сбербанк. Я слишком много историй слышал о лаже с картами Сбербанка. Слишком много историй слышал и читал. Именно со Сбербанком почему-то. Но он, с одной стороны, самый популярный, и, видимо, поэтому с ним больше всего случается, так как он самый популярный. Это все равно, что в одном городе жило бы 100 человек, а в другом миллион. И говорит, а в том городе убийств больше совершается. Ну, там народу больше живет просто. Но как-то все равно... Как-то вот осадок остается. Ложечки нашлись, а осадок остался. Так, ладно, нам же еще как минимум одну легендарку. Как минимум. Если карту гонят, то вроде должны вернуть деньги. Ой, там очень много оговорок. Не так-то это все просто. Не так-то все быстро. Так, 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 нет. Еще как минимум одну. Как минимум одну, лучше золотая. Ну все, пошла реклама банков в чате, ребята. Я вам рекомендую железную... Стеклянную банку. Стеклянную банку трехлитровую из-под огурцов. Огурцы съели, банку помыли и баблище туда. Еще можно пользоваться кружкой. У меня вот... Ой, блин, тяжелый капец. Я не знаю, сколько ты весишь. У меня есть... Вот я все свои сбережения, ребят. Все, что у меня есть, храню здесь. Вместо банки у меня кружка. Здесь, кстати, денег-то должен быть прилично. Весит капец. Килограмм 7-8, наверное. Не знаю, сколько она весит. Ну, может, не 7-8, но тяжелое очень. Куча денег. Все храню здесь. Мои золотовалютные резервы. Лучше, чем в банке. В кружке. Рекомендую. Проценты, правда, не капают. Даже, скорее, иногда Аликстраза схватит монету и укатит под стол. То есть, еще получается. И штрафы. Эпическая карта. Гроза морей. Сколько дошираков? На самом деле, тут дохрена. Тут несколько тысяч точно есть. Это кажется, что мелочь. А когда много, она тяжелая и много денег. Несколько тысяч тут есть. Тысячи три точно. Банка-светильник, там деньги лежат? Так, записывайте. У Фани Алхимиста деньги в банке-светильнике. Можно грабить. Где ты живешь? Давай, сообщай. Где приедем за деньгами. Так, королевский лик золотая. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Только чирики? Нет, там не только чирики. Но чириков много. Популярность форсена стала падать. Если честно, я и сразу не понимал, почему он популярен. Ой, блин. Заболтался и случайно. Случайно-случайно открыл. Если честно, вот я считаю, что он не самый крутой. Далеко не самый стример на свече. И вот другие стримеры круче. Мне время от времени пишут там. Я посмотрел форсы, но что-то мне не понравилось. Не понимаю, что смотрят. Я говорю, ну я тоже не понимаю. Он смотрит. Ну просто, знаешь, да, действительно, канцер был в новинку. Типа вот эта вседозволенность. Все, что хочешь, пиши. Вот эта музыка. Это было в новинку. Но это приедается быстро. Не быстро, но приедается. Такой же эффект и с Кариной происходит. Это первое время, только прикольно. Так, ну ладно. По легендаркам мы план выполнили, но нам нужно компенсировать неудачные предыдущие паки. И по золоту надо. По золоту, ребята. Значит, побольше золотых карт. Минимум эпиков. Амаз самый крутой. Амаз, кстати, очень крутой стример. Гораздо круче, чем форс. У Карины 2К стабильно. Ну так что 2К стабильно? Что такое 2К? Был это 20. Стабильно 2К. Я смотрю, гномик какая-то херня. Почему смотрит так? А, бот их накрутил, карась. Все, боты. И донатят боты, и подписываются боты. Нет на Твиче? Чего? Как это оффлайн? Сам то оффлайн. Как это меня нет на Твиче? Эээ, как? Как это? Дерните меня на Твиче. Да, кстати, реально нет. Интересно, а что это так? Что это так интересно? Так, вот это я что-то не понял. Может перезапустить стрим? Последний пак. Редкая карта. Ну ладно, было неплохо. Золотая легендарка, 3 легендарки, все по плану.